МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы поговорим с заместителем министра образования Чуваши Сергеем Кудряшовым и ответственным секретарем приемной комиссии ЧГУ Николаем Петровым. Здравствуйте. Здравствуйте. Насколько я знаю, решение было принято Министерством образования и науки Российской Федерации. С чем связано все-таки? Как вы относитесь? Мне хотелось бы сказать, что не совсем правильная информация о том, что все-таки выпускники готовились к одному, а придется сдавать другое. Действительно, федеральные министерства долго обсуждали правила приема высшее учебное заведение именно в 2014 году. И проект был уже подготовлен в декабре месяце, а вот сами правила после соответствующей процедуры утверждения Министерства юстиции Российской Федерации появились только в феврале месяце. На самом деле и по рекомендациям Министерства образования и науки Российской Федерации выпускники будут сдавать в основном те же самые предметы из того перечня, который они сдавали в 2013 году. Ну и самое главное, наверное, то, что свидетельство о Едином государственном экзамене будет действовать теперь 4 года. То есть выпускники, которые завершают в этом году, в 2014, у них свидетельство будет действовать до 2018 года. Те, которые сдавали в прошлом году, их свидетельство действует до 2017 года. И все-таки вернемся, вот по следующему году понятно, вернемся к этому году, нынешнему выпускникам, по вузам Чувашиям. В этом году, вот, что касается Чувашского старственного университета, кардинальных изменений по сравнению с прошлым годом не произошло. Мы так и без изменений оставили вступительные испытания на технических направлениях подготовки, на специальностях медицинского профиля. Единственное, мы внесли некоторые изменения, это на тех направлениях подготовки, специальностях, где у нас нет бюджетных мест на сегодняшний день. Это факультет иностранных языков, мы заменили вместо истории общества знаний иностранный язык, общество знаний, русский язык. Это, так как подавляющее большинство, третьей, наверное, по действительности, после математики русский язык сдают общество знания. Ну и вот на факультете журналистики мы вместо литературы ввели там общество знаний, общество знаний, собеседование, творческий экзамен и русский язык. Но те, которые общеприняты предметы, мы не имеем права и не меняли, конечно. Русский язык правильно здесь Сергей Лазимович подчеркнул, он является обязательным. Ни одно высшее учебное заведение не вправе его менять. И все-таки, что касается этих изменений, как Вы сказали, общество знаний и так далее, до какого все-таки числа было обнародовано? Это обнародовано было до 15 февраля. А как же дата с октябрем? Это получается со следующего года? Нет, это со следующего года. То есть, в принципе, чтобы не было каких-то коллизий впредь между вузами и абитуриентами, чтобы заранее выпускники комфортно себя чувствовали при подготовке экзаменов, впредь теперь до 1 октября будут внесены все изменения в любые, чтобы не было, будем говорить, каких-то дополнительных нормативно-правых акций в Федеральном министерстве и самих вузов. Ну понятно, получается, будущее определенное, весь удар примут на себя нынешние, как сказать, выпускники. Ну, я не думаю, они примут весь удар, потому что некоторые вузы, особенно московские, там в последующем они поправили ситуацию. Основная проблема была по московским вузам, которым дали право, и они сразу же пытались им воспользоваться. Что касается наших вузов, мы вот после 31 марта, естественно, проведем мониторинг по правилам приема высших учебных заведений, картина будет понятной. Тем более было письмо Федерального министерства, что в этом году перечень предметов должен быть такой же, как и в 2013 году, чтобы выпускники не пострадали. А если что-то говорить о новшествах вообще, которые ждут выпускников в этом году, сдавая ЕГЭ, то есть какие-то ужесточения ждут, там опять же камеры в прошлом году куда повесили, что-то еще в этом году ждет такое? Ну, надо сказать, что был принят новый порядок сдачи государственной тургодистации, введения на государственный экзамен. Тоже, кстати, появились, этот порядок появился в феврале месяце. Уже все образовательные учреждения, организации и руководители образовательных организаций, они извещены. Довели информацию до, естественно, родительской общественности, абитуриентов довели, до выпускников, то есть довели. И самое главное, наверное, что, во-первых, количество пунктов сдачи ЕГЭ у нас немножко меньше, будет 39. В городе Чебоксара этих пунктов будет 11. Если вы, наверное, знаете, что в прошлом году все пункты были оснащены системой видеонаблюдения, в виде фиксации, это видеонаблюдение остается. Плюс к этому еще добавляется, соответственно, с этим новым порядком, который прописан и принят федеральным министерством, это контроль доступа на проведение иного государственного экзамена для того, чтобы убрать мобильное устройство. Скорее всего, для этого будет использоваться металлодетектор, металлоискатель на входе. Да. Понятно. Ну, наверное, еще какие новшества ожидают. Дело в том, что с этого года по ряду направлений подготовки и специальностей, поступающие в высшие учебные заведения, должно будут проходить медицинское освидетельствование. И вот, что касается Чувашского государственного университета, это теплоэнергетика, теплотехника, электроэнергетика, электротехника, все специальности медицинского направления, педагогическое образование и, по сути, получается, еще психологи-педагогическое образование и сестринское дело. Вот по этим специальностям поступающие в Чувашский государственный университет обязательно в порядке должны будут проходить медицинское освидетельствование. Если какие-то противопоказания есть, то мы обязаны их проинформировать и переориентировать на ту или иную специальность. А то есть вы прям не будете принимать таких детей, например, которые не смогут пройти? Ну, мы скажем. То есть у тех могут потом начаться, там есть там перечень направлений подготовки, противопоказаний. По следующему у вас могут начаться осложнения по состоянию вашего здоровья. Поэтому мы вам изначально мало рекомендуем и так далее. Это уже врачи сами пропишут. Ну, смотрите, рекомендовать одно, а запретить другое. То есть если человек, принимая все эти риски, все-таки идет, его все-таки возьмут? Ну, только так у нас там, в принципе, мы обязаны проинформировать. А у нас каких-то карательных мер, извините, запретных мероприятий с нашей стороны не ожидается. Вот это есть. Новшество еще. Ну и, наконец-то, для многих вузов это, в принципе, приятное событие. Они разрешили высшим учебным заведениям, опять же, принимать магистратуру дипломированных специалистов. Дело в том, что по закону образования Российской Федерации это право было отменено. И вот сейчас в феврале, 3 февраля, Владимир Владимирович Путин, наш президент, подписал указ о том, чтобы разрешить выпускникам, имеющим квалификации дипломированный специалист, продолжить обучение магистратуре, которое не является получением второго высшего образования. Для нас это приятное известие. Что ж, спасибо большое. Я напоминаю, сегодня мы обеседовали с заместителем министра образования Чувашии Сергеем Кудряшовым и ответственным секретарем приемной комиссии ЧИГУ Николаем Петровым. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова